Привет, ребятки! И мы продолжаем играть в Broken Age! И думаю, что сегодня мы пройдём. Я реально решил, сегодня, ребят, сегодня у меня суббота, я решил сосредоточиться на этой игре. И я, кажется, понял, как в неё играть, собственно говоря. Я верю, не как играть в игру, это я отлично знал. Так, мне нужно вначале... А, да, кстати, есть способ. Нам нужно увеличить голову ещё больше, и есть решение. Я нашёл, как это делать. То есть мы один раз уже прошли через портал, да? Так вот, нужно пройти через второй портал. Только, потому что этот портал очень такой, вы видите, он такой злой. Ну, не злой, а скорее такой очень правильный. То есть говорит, что правила есть, нельзя дважды пройти через один и тот же портал. Так это опасно. Так что нам, ребят, нужно сейчас пойти к другому порталу, который находится в другой части корабля, через голубую дверку. Нужно вот пройти назад, и тогда наша голова увеличится, и... Голос изменится. То есть вот нам нужно пройти через этот портал... Снова. Привет. Привет. Обратно в Нексус? Это вам порталу всё равно. Ты в последний час не ела, нет? Ещё больше стал голубого. Уже скучаю об тебе. Теперь голова стала ещё больше. Дорогая, не надо, или она у тебя взорвётся. Всё, мы с вами смогли пройти, скажем так, двойной путь. Теперь надо поговорить с мамой, попытаться её... Ну, с... Алло. Кто там? Я вас почти не слышу. Эм... Это я, Шей. Это я, Шей. У тебя голос необычный. Ээээ... Это, наверное, интерком. Но мне нужно немножко доказать из Шей. Или кто бы ты ни был. Я хочу верить, что это ты, Шей. Но всё сейчас такое странное. Вначале это падение, потом управление самого... Теперь я не могу дозвониться до отца. Я не знаю, кому верить. Так что мне будет просто проще, если ты ответишь на несколько лёгких вопросов. Конечно. Хорошо. Первый вопрос. Как звали твое любимое набитое животное в детстве? Ээээ... Мистер... Да, мистер. Мистер... Продолжай. Мистер обнимашка. Это твой ответ? Да. Мистер Хаги. Да. О, Шей. Я так рад, что ты помнишь мистера Хаги. Он был твоим первым другом, которое для тебя сшило. У меня что-то грустно насчёт этого. Ты чего? Ничего. Вижу. Ну, у меня для тебя ещё один вопросик. Из всех моих нежных названий, как... Как тебе больше понравилось, чтобы я тебя называла? Пожалуйста, можно без этого? Это... Это то, что ты всегда говорил. Те не нравились мои названные имена. То есть, Шей их не любил. И последний вопрос. Просто для безопасности. Я делала... Эээ... Новость в космические ботинки для своего... Ээээ... Размер был... Четвёртый. А... Эээ... Как они выглядят? Полька Дот. Шей! Это ты и правда! Ты не компьютер. А ты и не Шей! О! Мне достижение дали. Что я могу сказать? Я знаю обувь. Ты кто такая? Что сделала с нашим кораблём? И где мой сын? Почему кто-то такая? Почему-то цапаловала девочек на корабль. Ты кто? И почему ты был подняться девочек с ними? Ты что, ненормальная? Меня зовут Велла Тартин. Ээээ... Я подстрелила твой корабль. Что? Зачем? У нас опасность. И мы находимся на мирной миссии в космосе. Ээээ... А где большой мама-компьютер, который контролирует этот корабль? Где мама-компьютер, который контролирует этот корабль? Мама-компьютер. О чём ты говоришь? Не о тебе сказал волк. Хорошо. Успокоимся. Тебе нужна помощь. Ээээ... Ты не в космосе. Выгляни в окно. Ты не в космосе. Посмотри на эту воню. Ну, не больше. Ты нас пострелила. Нет, вы никогда не были в космосе. Это всё обман. Ээээ... Звёзды, они все внутри, а снаружи... Ты монстр. Но... Она права, друг мой. Вот и он. Это волк, о котором я говорила. Голос. Эй. Почему ты под той грудой металлом в тебе не застрял? Я не волк. Не так же? Не так ли? Хоуп. Я старый друг. Морякай. Морякай. Что ты тут делаешь? Я здесь, чтобы завершить операцию Донделеон для тебя. Извини. Но нам пришлось скрывать некоторые аспекты секреты... Аспекты миссии в секрете от семьи. Но... Как ты... Ты сказал, что наш мир умирает. Да, он умирал. Но... Вы нашли наше спасение. Эээ... Моги. Извините за... Всю эту игру с космосом. Это просто безопасно, чтобы... Эээ... Чтобы... Ваши предшественники так не сделали. Не ушли. Так что мы никак в космосе не были? Нет. Ларуна... Это потрясающая империя. Но часть этой планеты. За... Плейгдэн. И те, что ты это упомянул. Потому что мы сейчас там находимся. Теперь я подготовил корабль для стерилизации. Вы расслабьтесь. Вы... Помните, что вы помогаете многим будущим поколениям. Капитан, сюда! Я оружие! Эээ... Это... Это Хоуп. Эээ... Эээ... Смотри, вилка. У меня тут целый набор, чтобы... Эээ... Эээ... Я бы... Эээ... Ложкой им приносил. Эээ... 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 Ээээ... 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 Привет, Хоуп. Каждые 14 лет корабль, такой, как ваш, прилетал к деревням, такие, как моя. И мы приносили ему в жертву девочек, чтобы он не уничтожал города. Быть не может. И потом, монстр, твой корабль, забирал девочек навсегда. Это все так ненормально звучит Но это прям та схема, с которой Который подошел бы в Трэш Извини, что я алгала тебя Насчет того, что была твоим сыном Волк сказал Ну, мне просто жаль Все нормально Я тебя не виню Похоже, что Морикай Всех нас обманывал уже очень давно Как нам отсюда выбраться? Я заперла дверь вручную Но думаю, что Морикай сам ее запер Наша единственная надежда Это, что он не запер Не все системы Я отсюда выход найду Хорошо Я тоже поищу выход Еще идеи не появились? Нет Прости Я найду отсюда выход Так, все, погнали А, что-то мы снова с ней говорим Дверь не открывается Морикай хочет, чтобы мы тут оставались Походу Это что? Это моя центральная сфера управления Я использую ее, чтобы следить за управлением Но По словам она не работает Можно я проверю? Наверное, что Морикай отключил Большую часть Дистанционного управления Эй Я вижу снаружи от нашей двери По-моему, что управление сломано Серьезно? Если я бы смогла оттуда выйти, я бы их починила Ну да Но если бы мы вышли, но там нам не нужно было Я знаю, но все же Я думаю, что эта панель энергия отключена по какой-то оплетенной причине Да, то управление довольно-таки сильно выжено Эй, я вижу другие комнаты Наверное, те комнаты, на которые Морикай оплевает Мощные руки Да, подними это, спасибо Теперь Эй, что ты делаешь? Да, по-моему, оно было грязное Но мне не нужно было А что ты с этим делаешь? Блин, ну это и штуки свой разум Эй, развеселись Все будет Извини Надо еще обыскать корабль, ребят О, я могу отпирать двери Но я думаю, что не наша О, зажигается Как можем пройти туда, где мы Что-нибудь интересное происходит? Эй, веселее Так лучше Так, идем дальше Посмотрим, что у нас происходит Отперла Но тут проходка не очень Уу, спарки Пикабу Отперла Веселее Так, эм, так лучше Тут ничего нет, кроме Этого Хексапарня Мне кажется, надо разжечь здесь все Хорошо Хорошо, она этим занимается Еще немножко дальше А, понятно, надо привлечь эту штучку Посмотри, она чинит все Вот так вот быстро Так, может, а и нашу панельку починят Развеселим все Так Так Я думаю, что нам нужно защищать Сверху 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 Да как же привлечь эту Эх, думаю, что мы Пойдемте locoy Здесь И forms Кудрое Бкола Сверху Сверху ОсUB Так, надо продолжать заманивать это маленькое существо. Она не видит. Блин, почему она никак не может пройти дальше? Так, теперь нужно ее приманить вот туда. Да, это огромное солнце, это черное солнце Нильфгарда, походу. Давай, иди сюда, иди сюда. Ты не хочешь чинить? Не хочешь чинить. Может быть, это должно открыться каким-то образом. Черт, как же ее приманить вперед, потому что здесь... Тут все не особо хорошо работает. Кто-то должен действительно исправить это. Окей, это должно быть немного времени, чтобы ее исправить. Упс. Вот здесь. Блин, оно открывается, но как бы не полностью, что странно, поэтому я, собственно говоря, не знаю, как эту штучку открыть. Так, ммм. Я сейчас запрою эту дверь. Устанавливается. Ухи-хи-хи. А вот она. Так. Я думаю, что это сделает. Давайте обважаем это. У меня есть плохая штука в ней. Она будет закреплено в не время. Как работает эта вещь? Эта штука. Ууу, смертная. Вот так. Вот так она. Она чинит штурвал. Это хорошая девушка. Не закрепите это слишком быстро. Вот так. Да, она штурвал починила. Круто. Это нам очень поможет. Хотя, по сути, это фейковый штурвал. Так что... Да, получилось. Осталось последний, последний рывок. О, черт, нет! Нет, нет, нет! Маленькая девочка. Так жаль. Черт. Эй, вот ты где. Я так рад тебя видеть. Держись там, девочка. Это что, хлопья? Люблю тебя, шеи правила. Обед героя. О, так купил Кьюстей. Давайте попробуем это. Вот рука, лови ее. Да, хорошая работа. Да, хорошая работа. Еще немножко. Хорошо. Теперь осторожнее. Надеюсь, дырка достаточно заблокирована. Хорошо, это займет какое-то время. У нас мы электрическая проблема тут есть. Да, давай, чини, хорошая девочка. Все, получилось, починили. Хоуп, проверь. Смогла. Мы свободны. Внимание. Приближаемся к красному ангару. Приготовиться к стерилизации. О, нет. Блин, стрёмное место, ребят. Я особо не комментирую, потому что я перевожу все время. Так что... Ну, потому что тут квесты, диалоги, так что комментировать особо некогда. Поэтому я лично свое, так сказать, свои слова держу при себе. Я лишь голос происходящего. Что это место? Здесь они охранят корабли такие, как наши. Фабрика могов? Наверное. Нет, это круто. Не убьем ни одного бога, мы уничтожим их всех навсегда. И всех людей на фабрике тоже. Черт. В фабрике нет людей, тут все автоматическое, так что... Серьезно. Так, теперь нужно просто узнать, как использовать луч смерти. Да, ты права. Да, на этот раз ручь смерти не прорежет. Нужно что-то побольше. Типа бомбы. Единственное, что у меня есть, это... Что я взорвала, это... У духовка родителей. Но совсем тем, кто и тех, кто на корабле может быть, но... Так что сделаем бомбу. Узнаем, как заложить ее на фабрике. И мы сможем выбраться и спать наши семьи. Хорошо? Нет. Но если это шанс вернуться к моей семье, это единственный вариант, который у нас есть. Ну, не крик в бой, но я справлюсь. Что же, я тут что-то можно поделать? Нет, нам уже пора выходить, ребят, но... Перейдем к истории с шеей. Меня просили чередовать, и я так сказать... Я слышу все, я... Я знаю, что вам интересна одна история. Но давайте чередовать, поэтому... Мне лично... Вот я бы лично играл за одного перца, а потом переключился за другого. Так сказать, если нужно было по сюжету уже. По крайней мере, в первой игре можно было играть постоянно за одного перца, а потом... Постоянно за другого. А, теперь я тебя схватил. Дадим мок. Нам нужна новая начинка. Эй, хочешь начинки дать? Ах, черт. Зачем я это сделаю? Теперь я и не могу для Веллы сделать начинку. Можешь отдать ей этот. А, хорошая идея. Вот. Эээ, ты можешь взять пустую. Эээ, ну и посмотреть, сможешь ли ты ее наполнить заново. Что ж, обязательно проверю. У меня, кстати, лежит сейчас мороженое в холодильнике. Вернее, именно не в морозилке, а в холодильнике, потому что в холодильнике у меня места уже нет. Привет, хочешь купить пирожок? Поэтому я, наверное, сделаю себе глиссе. Знаете, кофе глиссе? Это кофе с мороженым. Просто ваниль, ванильного мороженого туда налью. В жидком виде, полужидком. И будет мне мороженое. Попробуй им палку дать, может кто-то из них что-то сможет мне помочь. Я не уверен, как они, что они про это скажут. Это довольно хорошая, тяжелая палка, даже если у нее не осталось начинки. Что же, давайте спустим. Я не помню, мы спускались по этой лестнице или нет. В любом случае можно проверить. Аня, тут мы были. Это бедная девочка. Надо спуститься к этому. Помните это дерево, которое мы раньше с вами видели? Еще бы вспомнить Диану. В первом акте было деревце. А вот где оно было, я не помню. О-о-о. Так что его придется поискать. О-о-о. Так, еще побродим тут и поищем. Там внизу мы были, давайте попробуем пройти здесь. По-моему, это не место для великого дерева. На этом мы в дом спустимся. Да, мы спускаемся к дом чуваку. Что-то я не знаю, как к дереву к тому великому пройти. Не могу вспомнить, как была первая часть. Я играл ведь в первую еще летом в этом. Вспоминания у меня довольно мутные. Ну, в принципе, я очень люблю. Так, этот путь ведет к большой лестнице с этой тучи. Постойте, а это куда? Вот оно, может это путь. Возьми нас, спусти нас. Мы свои радости. Мы сладкие награды. Постой, постой. Мне это не нравится. Да, это немного. Съешь наш святой. А что, если мы пропустим эту сроку? Ладно. Мы вернемся назад во времени. Пусть наш ребенок поднимется. Со своей вилой постели. Со скрытой ямой. Что ты возьми? Что же меня... Ладно, поболтаем. Эй, вы те стражи, про которых Алиц мне говорил? Которые из королевора Дицуны, что ли? Мы знаем, что сделали много неправильно. А тебе какое дело? Если вы отдадите мне обратно эти костюмы, Алиц не будет жаловаться на вас. В первую очередь, мы ничего не крали. Во вторую, мы голые под ними. Так что, ты не получишь нашу одежду. Хочешь же? Придется драться с нами за нее. Я буду драться за вашу одежду, без проблем. Мне нужно помочь маме. Это так мило. Он хочет помочь своей маме. И он хочет драться с нами палкой, чтобы это сделать. Мне никого не буду бить. Я легко вас разоружу. Я завершу пару миссий с моими вязаными чуваками. И у нас особо нет палочек, красавчик. Но если найдешь, приходи к нам и попробуй забрать у нас одежду. Я забил еще эту палку, и тогда мы будем драться за те костюмчики. Может быть тебе еще вязание получить? И встретишь своих дружков. Вы что, ищете дерево, с которым можно болтать? Потому что я видел там внизу в лесу, которая на самом деле разговаривает. А, нет, спасибо. Мы того странозоида знаем. Нам нравится дерево, потому что дерево с фруктом. И фрукт это ответ. И это было убедительно, Курки. Спасибо. Я сделала паузу, прямо как ты говорила. Ребята, а что вы тут делаете? Мы друиды мертвого глаза. Бывшие друиды. Мы обмануты нашим пророком. И мы ищем мудростью дерево ответов. Почему думаете, что этого дерева есть ответы? Хорошо. Честно, это не был наш первый вариант. Мы сюда бы неились просто потому, что слышали, что этот гура с легкостью. И здесь есть люди, которые за ним идут. Но он сейчас не работает. Так что нам порекомендовали этот фрукт. И с тех пор мы... Может быть, он тоже ответ на все. Просто потому, что фрукт был ответом на одну загадку. Слишком много вопросов. Дело верим. И на самом деле, нужно, чтобы все работало. И нам уже просто верить в небо, что да. У нас скончаются варианты. Я вернусь. Да. Это то, что сказал, Бог мертвый глаз. Подождите. Мы говорим, как мы, посчитаем фрукты? Я вернусь через это. Окей, мертвый глаз. Хорошо. Везу. Хватит, значит, хватит. Тебе повезло, что она слепая, детка. Я не промахнулась, потому что была слепой корня. Я вровнулась, потому что... Я могу видеть. Я... Я притворялась года, что была слепая. Я никогда не верила так сильно, как ты корня. Но у меня тоже нет веры, Дон. Я тоже притворялась. Так что, чтобы я могла быть такой же, как ты. Что? Ты не слепая? Нет. На самом деле, я воровала и продавала артефакты из пирамиды, чтобы сохранить деньги, сберечь деньги, чтобы уехать отсюда. Я тоже. Я бы давно уехала, но не хотела покидать тебя. Я знала, что для тебя значит быть друидом мертвого глаза. Я уже не хочу быть друидом целые годы. Я хочу пойти в школу изучать менеджмент отелей. А я хочу изучать графический дизайн. И играть в группе. Да, давай просто уйдем. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Костюмы. А что насчет нашего задания, чтобы найти что-то, во что можно верить? А что насчет тебя? И вот что я узнал о борьбе с конфетными палочками. Лучше забрать, пока эти друиды не вернулись. Черт, у вас появился материал для костюмчика. Черт, чуть-чуть не упали. Все, давайте попросим ту грустную девочку сделать там костюм, потому что нам в итоге нужно радиационный костюм в любом случае. Вообще-то мы искали материал для радиационного костюма. Такого материала раньше не видела. Может сшить? Да вроде не проблема. Вот это дух. Просто дай мне паттерн, по которому можно работать. Это позитивное отношение, которое я искала. Все, во, такой. Ты можешь делать мне такой? О, это так милая. Сколько лет твоему ребенку? Он для меня. Но мне побольше нужен. Ну? Это можно использовать, наверное, как отправную точку. Это вот стремление к цели. Ну, одно дело осталось. Твайла! Твайла! Не волнуйтесь! Скоро вернусь! Давай, Вера! Давай, Вера! Давай, Вера! Я думал, что моя дочка драматична. Думала. Круто! Ну, почему покрыто перьями? Потому что я работаю с образцом, здесь что я могу использовать личные вкусы. У тебя просто талант. А что с перьями? Я получил достижение, ребят. Что же, ребят, спасибо за просмотр. Продолжим в следующей части. И в следующей части мы, наверное, снова поиграем за Веллу. Переключимся на нее и будем играть за нее. И, в принципе, будет интересно. Я уверен, что это будет крайне интересно. Так что, спасибо за просмотр. И в следующей серии мы с вами продолжим. И посмотрим, далеко ли мы сможем уйти. Опять же, я, наверное, все-таки извинюсь за то, что так медленно прохожу. Реально хочется быстрее. Хотя хочется, знаете, хочется просто вот сесть в ночь, когда игра выходит, ну, в вечер. И просто пройти. Но нет же, вот, не получается, к сожалению. Потому что, потому что постоянно надо куда-то идти и учиться, твою-то мать. И это грустно. До следующей серии, ребят. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok